Стасик из прошлого моего видео. Отлично себя чувствует. Да еще потомство пустили. Куда мне теперь их столько много девать? Ведь эмеретцы специально предназначены для них. Я зажал, но жалко. Все мы хотим сделать что-то вечно вращающийся, чтобы КПД плюс один был. Но не вечный двигатель, но что-то чтобы очень долго работало. Ух, наверное физики сегодня поржут. Конечно надо было перелопатить умную литературу, почитать, просчитать все и отказаться от этого безобразия. Но я же решил перейти сразу на практику. Привет, привет, здрасьте ребята. Много кто гонится за халявым КПД. Вот и я решил снять ни одну серию в этом плане. Сегодня меня намысленно натолкнул вот этот прибор радиометр Крукса. Крыльчатка этого приборчика работает посредством электромобитного излучения. Черная поверхность нагревается и там очень большой текст, который вы почитаете в интернете. Короче, я хочу сделать крыльчатку или карусельку как вам угодно. Которая будет вращаться не одну сотню лет. С помощью атомов гелия, который излучает Америция 241, что-то вроде ионного двигателя, наверное. К сожалению, у меня нет камеры Вильсона, но к счастью такая камера есть у Руслана. Советую посмотреть, ссылочка снизу, можно долго залипнуть на эту красоту. Так вот, на видео отчетливо видно, как Америция 241 при распаде, можно сказать, генерирует атомы гелия, которые вылетают со скоростью 20 тысяч километров в секунду. Возможно, этот пучок и создаст какую-либо тягу. Не знаю, насколько здесь уместен третий закон Ньютона, но все-таки, может быть, атомы будут толкать крыльчатку, тем самым будут крутить весь этот беспредел в столетии. Давайте пробовать! Использую одноразовый искатель, так сказать. Это один из фильтров от ЖК экрана телевизора. После работы я, конечно же, выкину этот материал. Халат я тоже надеваю не просто так, не дай бог попадет это вещество на одежду и, конечно же, после эксперимента я его постираю. Вот он красавчик датчик. Какие страшные на нем значки, не так ли? Пластины с Америцем извлекаются очень легко. Для начала я сниму одну пластину, чтобы замерить ее и разработать 3d модель для так называемой импровизированной карусели. Ну не густо я бы сказал, на высоте 11 километров радиация была и выше. Если кто не видел, оставлю ссылочку сверху, как я делал замеры в самолете. Быстренько разработаю модель так называемой карусели и на печать. Ну а теперь немножко цифр пока печатается, если вам интересно. Америца имеет период полураспада 432 года. Представляете сколько в теории могла бы крутиться каруселька и распадаясь образует изотоп Нептуния 237 и альфа частицу. Также Америца излучает низкоэнергетическую гамму с энергией 60 кВт, хотя для вас эта информация наверное не интересна. Распечатал еще вот такую детальку и вставил иголку, то есть на ней будут вращаться радиационные детали, как на радиометре Крупса. Для этого нужен какой-то, я не знаю, подшипник или как его назвать стеклянный. Сейчас поищем. Видите как просто устроен механизм. На острие иглы стеклянный цилиндр, то есть трения у данного механизма практически никакого. Вот бы конечно сделать магнитный подвес, да и сделаю если конечно тема заработает. Теперь надо найти приблизительно такую же стеклянную деталь. К счастью в моей мастерской можно найти все что угодно. Да, чего у меня только не валяется. Это датчики, а точнее ампулы от ВПХР. ВПХР это войсковой прибор химической разведки. Как ромно обрезать такое стекло я конечно же не знаю. Попробую пропилить как бы канавку напильником, после чего сломать ампулу. Хотел воспользоваться вымоченную в спирту нитку, поджечь ее и потом резко охладить. После чего в этом месте и лопнуло бы стекло. Ну а зачем усложнять? Проверочный стул какой никакой я собрал, осталось установить вот эти радиоактивные элементы и засунуть все это дело в банку. Чтобы хотя бы альфа частицы не бомбардировали меня, не говоря уж о гамма. Говорят что Америцы очень токсичен плюс ко всему, так что воспользуюсь респиратором и на всякий случай надену очки, а мало ли что. Конечно же гамма излучение такая банка с легкостью пропускает, чтобы их экранировать нужна свинцовая пластина, которой у меня нет. Пришло время изъять другие источники и разместить их на импровизированной карусельке. Я еще раз повторюсь, это не какая-то инструкция, где взять радиоактивные вещества. Вы можете навредить не только своему здоровью и здоровью окружающих, но и заиметь проблемы с властями. С этими датчиками у меня предусмотрено еще несколько экспериментов, после чего я добровольно унесу и сдам этот радиоактивный материал. Да, дозиметр у меня конечно просто помойка, естественно замеры альфа частиц на нем невозможны, да и другие показатели конечно он выдает усредненные. Эх, вот бы какой-нибудь более профессиональный дозиметр заиметь, может у кого валяется ненужный, с удовольствием приму в дар. Ну а теперь осталось откачать воздух, посмотрим что из этого получится. Ну а тут я конечно немножко испугался, почему-то руки у меня фонят, думал что дозиметр испачкал, но нет. Вдали от рук он показывает фон 17-20 микрорентген. Для откачки воздуха я воспользуюсь вот такой системой для холодильников и конденционеров. Ну а насос прислал мне подписчик Антон, спасибо дружище! Естественно глубокого вакуума я конечно же не добьюсь, для начала думаю и этого будет достаточно. Откачивал я воздух около пяти минут, конечно поначалу было какое-то вращение, я даже успел обрадоваться. К сожалению этот эксперимент получился неудачным. Может быть добавить немножко гелия туда, чтобы атомы от чего-то отталкивались. То мне для другого эксперимента, ну да ладно давайте немножко попробую. Одену-ка я очки, вдруг банку разорвет такие перепады давления. Баллон с гелем у меня прикуплен, для сборки радиометра Крукса, если вам будет интересно. Для себя то я соберу, не знаю снимать ли этот эксперимент. Голосуйте буковками под видео. Оставлю этот кусочек без своего противного голоса, конечно немного разочаровавшись. В общем то вот такая неудачная тема получилась. Как ты считаешь? Вообще в правильном направлении я иду. Если да, пиши букву под видео, что еще можно сделать, что я делаю не так. И вообще таким способом, кроме подрыва здоровья, можно хоть что-нибудь раскрутить в этом плане. У меня есть вот такие крутые селеновые датчики, они же солнечные батареи. Если на них направить радиационный поток, не будет ли это та самая ядерная батарейка, о которой все пишут. Если хотите я тоже попробую. И еще хочу сделать вот такой самодельный радиометр Крукса. Видел что один чувак уже собирал такой радиометр. Ну думаю почему там лукавит. Он просто взял и откачал какое-то количество воздуха и все заработало. Но это же не правда. В этих приборах должен быть закачан какой-нибудь газ. Например гелий. Давайте покажу. Он должен светиться. Вот так генератор создает высокочастотные поля. Что-то наподобие катушки Тесла в вырезанном состоянии. Энертный газ гелий дает вот такое красивое свечение. Помогите мне где-нибудь раздобыть газ неон. На сегодня и все. Удачный неудачный эксперимент получился. Не важно. Главное он состоялся и показал результаты. Но я с вами не прощаюсь. Главное не болей. И храни тебя Господь. До встречи. Кстати вращение по часовой стрелке намного дольше, чем если бы я закрутил против часовой стрелки. Неужели я смотрю именно в ту сторону?